Всем привет! А сегодня мы поговорим о цампе. Что это такое? Как готовиться? С чем это едят? Цампа — мука, приготовленная из обжаренного ячменя. И цампа — очень популярная еда у жителей Тибета. Как всякая, воистину, народная еда, она проста в приготовлении, но при этом достаточно питательна. Цампа готовится из ячменя, который растет как в Тибете, так и прилегающей части Китая. Ну, в Китае, например, многие тысячелетия из ячменя делают пиво. Другим примером такой народной еды является чайный лист. Юнань, провинция Китая, является родиной чайного дерева. Но растет там уже многие тысячелетия. И у народности Юнани популярной едой является всевозможная пища из чайного листа. То есть они потребляются не только как напиток чай, но и как составная часть салата или какого-то супчика морща юнаньского. Но вернемся, однако же, к цампе. Хотя цампа и чай очень тесно связаны друг с другом, как вскоре мы убедимся с вами. Итак, рассмотрим подробно, как готовится цампа. Берется зерно ячменя и помещается на сковородочку и обжаривается. Обжаривание идет, как и всякое подобное обжаривание по запаху. То есть мы ориентируемся на то, чтобы запах был приятный и достаточно хороший на вкус. И как только начинается пережаривание, мы останавливаем процесс. То есть обжаривается до такого приятного, золотистого, слегка коричневого цвета. Далее следует процесс перемалывания зерна в муку. Я приготовил небольшое количество муки. Сейчас перемолим традиционным способом на механической кофемолке. Способ был подсмотрен у кофеманов. То есть используем ручное средство, которое достаточно колоритное и аутентичное. Никакого электричества. Первая часть это обжаривание. Далее зерно перемалывается. Можно, чем удобно механическое перемалывание, получается достаточно такое. Можно регулировать фракцию. Нам не нужна мука совсем-совсем мелкая. Нам достаточно довольно грубого помола. Сейчас мы немножечко намолим. И посмотрим, что же делается дальше. Прекрасно у нас получилось. Я отсыплю в чашу, где и буду готовить кашку. Часть муки мы оставим. Итак, мука заливается кипятком. То есть так, как готовятся каши быстрого приготовления из овсянки. И на несколько минут можно закрыть, перемешать. И закрыть крышкой. В качестве крышки у нас будет использоваться чайник, который идеально подходит по диаметру. Итак, первый способ залить кипятком муку и несколько минут подождать, пока мука разварится. Однако, здесь есть второй, еще более интересный способ, который как раз используется в Тибете. А именно, мука понемногу добавляется в чай. Я приготовил чай в Тибете. Это хайча сычуаньская. То есть, грубое сырье, обработанное по процедуре воду и влажного скирдования. То есть, по сути, как пуэр. Вот. И готовится тибетцами на молоке. То есть, чай пуэру, этот блинчик или кирпичик, уваривается долгие часы. Добавляется молоко и масло яков. Но следуют традиции использовать все, что есть в округе. К сожалению, нам приходится довольствовать тем, что у нас есть молоко коровье. Хотя, оно очень сильно отличается по составу. Как от масла, так и от... Как... И в том числе и масло отличается от ячьего. Ну, вот, собственно, у меня пуэрчик сваренный с молоком. Вот. Сейчас мы добавим. То есть, мука просто добавляется в чай. Вот. По сути, этот способ похож на способ заваривания, размягчения. Вот. Сейчас попробуем, что у нас получилось. Чудесно. То есть, вообще комбинация пуэра, хайчи и... Сампы является идеальной комбинацией по своим вкусовым свойствам, энергетическим и прочим качествам. То есть, получается чрезвычайно питательная и вкусная еда. Сейчас мы это допьем и сравним с тем, что у нас получилось методом настаивания. Вот, мука разбухла. Если надо сказать, что таким образом приготовленная цампа весьма сильно отличается от стандартного приготовления, когда мы с вами варим ячмень. То есть, он получается гораздо более... Вкус получается крепкий, с такой очень приятной медово-горячишной горчинкой, что не характерно для каши из ветчиня. Отлично. Вот. Даже по цвету видно, что достаточно такой темный получается у нас. С той вот. Ну, если добавить немножечко сахарку, вот, а тем более, если сливок, то каша получается достаточно очень-очень вкусной. Вот. Также следует сказать, что по воззрениям цигун, вот, таким образом приготовленная пища отличается от просто ячменя по своим свойствам. И поэтому в монастырях Тибета, в буддийских монастырях напиток чрезвычайно... Тут небольшая корочка. Очень вкусный. Чрезвычайно популярный напиток. Сейчас мы остаток сампы добавим в наш чаёк. Вот. И в заключении, наверное, расскажу о том, почему это очень удобно в походных условиях. Ну, понятно. То есть, мы намололи зерно, обжарили... То есть, обжарили зерно и взяли его с собой. То есть, можно брать муку, но возникают проблемы с тем, что мука впитывает влагу. Я предпочитаю способ, как здесь и было представлено. То есть, я обжарил муку... Обжарил... Пардон. Обжарил зерно. Зерно и обжарил, взял с собой. Вот. И потом утречком сел, размолол на ручной кофемолке муку. Вот. И далее уже добавляю её в чай или готовлю настаивание. Вот. И также можно сказать о небольшом нюансе приготовления. В некоторых монастырях буддийских я встречал момент, когда зерно предварительно замачивается в тёплой воде и потом уже обжаривается. То есть, оно разбухает немножечко. Вот. Ну, однако способ, который я использую, то есть обжаривание сухого зерна, ну, достаточно хороший и очень хорошо себя показывает так же. Ну, можно экспериментировать. Вот. Пробовать разные варианты. Ну, в заключении ещё раз попробуем приготовленные двумя способами. Видите, что как в чай достаточно быстро размачивает зерно так и естественно таким вот заливкой кипятка зерно очень хорошо. Мука очень хорошо готовится. Чрезвычайно вкусная получается питательная еда. Вот. В Тибете считалось, что вот Цампа с Хэччой обеспечивает путнику 8 километров очень тяжёлой горной дороги. Ну, 8 километров с ножей, когда грузчики несли чай. А каждый из них в 19 веке нёс до 70-80 килограмм, а то и больше. То есть это такая существенная ноша. Ну, вот, пожалуй, и всё. О Цампе, то есть, ещё раз повторю, обжаривается ячменное зерно, далее молится в муку и заливается кипяточком или заливается чаем. Вот. Получается очень вкусно, полезно, питательно и познавательно. На этом всем хочу сказать всего доброго. До новых встреч. Всем хорошего чая, вкусной Цампы. Счастливо. 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 Из-за чего? Уum . Вау .